Суд арестовал первого фигуранта дела о незаконной акции в Москве. Суд арестовал первого фигуранта дела о незаконной акции в Москве. 12.7. РИА Новости, Евгений Одинаков. Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. РИА Новости, Евгений Одинаков. Москва, 2А в КРИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу Ивана Подкопаева первого участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Молодому человеку грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Обвинение ему, согласно оглашенным материалам, предъявили в четверг. Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября, огласило решение судья. 26 июля, 9 часов. Чем грозит участие в несогласованных акциях? При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. В ходе заседания молодой человек заявил, что баллончик он носит с собой для защиты от бродячих собак, противогаз использует во время работы техникам, а нож не является холодным оружием. В ходе заседания Подкопаев выглядел подавленно, но подчеркнул, что виновным он себя не считает. Вместе с другими фигурантами его задержали во время несанкционированного митинга и изначально отправили на 10 суток в спецприемник по административному протоколу. Пока шло заседание, в зал пытались пройти несколько адвокатов других фигурантов, однако пристав их не пустил. Всего по уголовному делу задержаны 5 человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков. Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Масгардумы. По их мнению, их не допустили до выборов незаконно. Вчера, 18.13. Захарова прокомментировала заявление Запада по незаконной акции в Москве. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Согласно свежему опросу в ЦИОМ, большинство россиян, 69%, согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. Каждый четвертый, 23%, считает жесткие меры излишними. Продолжение следует...